Жизнь. Не видим лиц и верим именам. Рассказывают, что Пифагор был первым человеком, который назвал себя философом, что означает «любящим мудрость». На вопрос флюнского тирана Леонта «Кто ты такой?» Пифагор ответил – философ. Его дерзкий дух правил пути к солнцу, которая во всём и во всех. Вслед за Фалесом Милецким он указал на единство всего и вся. Вода, воздух, опейрон, огонь – число, бескачественная субстанция, лежит в основании мира. До него умные люди называли себя мудрецами, что означало «человек, который знает». Пифагор был гораздо скромнее. Он только пытался найти истину, а потому любил мудрость. Корона Астралис Кому земля – священный край изгнанья, того простор полей не веселит, но каждый шаг, но каждый миг таит иных миров в себе напоминанья. В душе встают неясные мерцанья, как будто он на камнях древних плит хотел прочесть священный алфавит и позабыл понятий начертанье. И бродит он в пыли земных дорог, отступник – жрец, себя забывший Бог, следя вещах знакомые узоры. Он тот, кому погибель не дана, кто, встретив смерть, в смущенье клонит взоры, видит сны и помнит имена тот, кому погибель не дана, тот, кто, встретив смерть, в смущенье клонит взоры. Страшнее же всего то, что это не чудовище, а толстый и кудрявый эстет, ценитель всяческих искусств, любезный и неутомимый говору, но большой любитель покушать. Почти каждый день, бывая у меня в Одессе весной девятнадцатого года, когда чёрное точило, или не столь кудряво говоря, чрезвычайка на Екатерининской площади, уже усердно прокаляла толщу бытия, он часто читал мне то стихи вроде вышеприведённых, совсем не понимая всей пошлости этого словоблудия насчёт то снежной, то обугленной России, то переводы из Анри де Ренье, а порой выпускался в оживлённое антропософическое красноречие. И тогда я тотчас говорил ему – Максимилиан Александрович, оставьте всю эту музыку для кого-нибудь другого. Давайте-ка лучше закусим. У меня есть сало и спирт. И нужно было видеть, как мгновенно обрывалось его красноречие и с каким аппетитом уписывал он сало, совсем забыв о своей пылкой готовности отдать свою плоть Господу в случае недостатка дров в плавильне. Иван Будин. Записная книжка. Что же, и философу Пифагору, и антропософу Волошину, и даже Ивану Алексеевичу Будину в самые что ни на есть окаянные дни не был чужд хороший аппетит и не только к звёздному небу. О тёмные восторге расставанья, О пепел грёз и боль свиданий нам, Нам не ступать по синим лунным льнам, Нам не хранить стыдливого молчанья. Мы шепчем всем ненужные признанья, От милых рук бежим к обманным снам, Не видим лиц и верим ими нам, Томясь в путях напрасно воскитанье. Со всех сторон из мглы Глядят на нас зрачки чужих, Всегда враждебных глаз, Ни светом звёзд, ни солнцем не согреты, Стремя свой путь в пространствах вечной тьмы, В себе несём своё изгнанье мы В мирах любви Неверные кометы. Осенью 1909 на небосклоне русской поэзии Зашла звезда. Это была утренняя звезда, поскольку и Марс, и Юпитер, и Сатурн Угасали быстрее. И это была звезда вечерняя, поскольку первой загоралась в вечереющем небе. Елизавета Дмитриева навсегда останется Чарубиной де Габриак. Она обретёт прекрасную обманную маску ценой собственного лица. Ещё неизвестна Анна Ахматова, она самым неожиданным образом войдёт в русскую поэзию сразу же после Чарубины. Ещё слишком юна Марина Цветаева, почти в молитвенном экстазе она жаждет смерти в семнадцать лет. Чарубина единственная отбрасывает тень. Никогда ещё салонный Петербург до такой степени не уповал на женщину-поэта. Дует ветер, поклоняйся шуму. Гармония музыки, астрономии и математики, гармония чисел поверялась античной богине с серпом в бледной ладони. Таков порядок вещей. Лишь раз один, как папоротник, я цвету огнём весенней пьяной ночью. В мирах любви неверные кометы. Закрыт нам путь проверенных орбит. Явь наших снов земля не истребит. Полночных солнц к себе нас манят светы. Ах, не крещён в глубоких водах леты наш горький дух, и память нас томит, в нас тлеет боль внежизненных обид изгнанники, скитальцы и поэты. Тому, кто зряч, но светом дня ослеп, Тому, кто жив и брошен в тёмный склеп, Кому земля – священный край изгнанья, Кто видит сны и помнит имена, Тому в любви не радость встреч дана, А тёмные восторги расставанья. Август 1909. Коктябрь Почти все средневековые философы изобретали гармоничные теории Вселенной, и эта практика продолжалась до тех пор, пока не изжил себя сам способ философствования. Пифагорейцы полагали, что каждая звезда была миром с окружающей её атмосферой из эфира. Они высоко чтили Венеру, потому что она единственная планета, достаточно яркая, чтобы отбрасывать тень. Как утренняя звезда, Венера была видна ещё до восхода Солнца, а как вечерняя – сразу после заката. На некоторых широтах серп Венеры можно было видеть без телескопа. Ей было дано много имён. Будучи видимой при закате, она называлась Веспер. А поскольку всходила перед Солнцем, была названа Ложным Светом или Люцифером. Астрологам корпит над гороскопом Черубин и Дегабряк толстый и кудрявый эстет. Сейчас мы стоим над колыбелью нового поэта. Это подкидыш в русской поэзии. Ивовая корзина была неизвестна, кем оставлена в портике Аполлона. Младенец запилён в бельё из тонкого батиста с вышитыми гладью гербами, на которых толидаанский девиз «Синьедо» без страха. У его изголовья положена веточка вереска, посвящённого Сатурну и пучок Капиенх , называемых «Венерины слёзки». На записке с чёрным обрезом написаны остроконечным и быстрым женским почерком слова. Черубина де Габряк родилась в 1877 году католического вероисповедания. Аполлон усыновляет нового поэта. Максимилиан Волошин, гороскоп Черубины де Габряк Блуждание Раскрыв ладонь, плечо склонило. Я не видал ещё лица, но я уж знал, какая сила в чертах Венерина кольца. И раздвоение линий воли сказала мне, что ты, как я, Я, что мы в кольце одной неволи, в двойном потоке бытия. И если суждены нам встречи, быть может, топот и погонь, Я полюблю не взгляд, не речи, а только бледную ладонь. Со смертью Пифагора ключ к величайшим загадкам, числовому значению слов и мистическому значению чисел был утерян. По прошествии многих лет секреты пифагорейской мистики чисел, что передавались из уст в уста от поколения к поколению, немногим избранным, исчезли вместе с ними. Но память о том, как все большие числа могут быть сведены к малым, от единицы до десяти осталось. По этой системе, в которой цифры складываются вместе, 666 становится 6 плюс 6 плюс 6 или 18. И 18, в свою очередь, становится 1 плюс 8 или 9. Согласно откровению, 144 тысячи душ должны быть спасены. Это число становится 1 плюс 4 плюс 4 плюс 0 плюс 0 плюс 0, что равно девяти. И эта операция доказывает, что и зверь вавилонский, и число спасенных указывают на самого человека, чей символ есть девять. Холл. Энциклопедическое изложение масонской философии. Я верен темному завету, быть всей душой в борьбе. Но змей, что в нас посеял волю к свету, велев любить, сказал «убий». Я не боюсь земной печали. Велишь убить, любя – убью. Кто раз упал в твои спирали, тем нет путей к небытию. Я весь внимающее ухо, я весь застывший полдень дня. Неистащимо семя духа, и плоть моя – росток огня. Пусть капля жизни в море канет, нерастворима в смерти я, не соблазнится плоть моя, личина трупа не обманет, и не иссякнет бытие ни для меня, ни для другого. Я был, я есть, я буду снова, предвечно странствие мое. 11 июля 1910 октябрь Боязнь потерять в море жизни и смерти, собственное я, чревато небытием. Максимилиан Волошин играет в любовь к своему «я». Он всей душой в борьбе. Он жертвует приходящим «я» ради целостности духа. Земная печаль совсем не в той печали, когда по велению змия убивают любя, но в предвечности странствия человека, в вечных поисках истоков, в потоке сознания. Сколько света в этом потоке? Куда ему без человечьего тела? Николай Гумилёв отвечает одной строкой. Мы меняем души, не тела. Уже в земном своём странствии человек многолик. Волошин неистощимо верит в семя духа. Люди – суть ангелы десятого круга. И плоть моя – росток огня. Такая плоть, в которой эфирное тело, налагаемое на физическое, отображает большую природу – Вселенную. Хорошее соответствие, заданное Творцом между большой и малой природой в ростке огня. Мысль, что заставляет его гореть, неиссякающее бытие. Душа не стареет и не растёт, лишь только очищается, чтобы иной душой предстать в восьмой сфере. Или природа закрыта для наших требований, направленных в будущее, – так формулирует дилемму малой и большой вселенной Тейяр. И тогда мысль, продукт усилий миллионов лет, глохнет мертворожденная, в абсурдном универсуме, потерпевшем неудачу. Или же существует какой-то выход, отверстие, сверхдуша над нашими душами. Но чтобы мы согласились вступить в него, этот выход должен быть без ограничений открыт в беспредельные психические просторы, в универсуме, которому мы можем безрассудно довериться. Тейяр де Шарден. Феномен человека. Мысль обнажает себя для чистого зрения. Пусть капля жизни в море канет, нерастворима в смерти я. И я души воскресает в сверхдуше восьмой сферы. Нет, не Макс Волошин воскресает в этом я, а всё море жизни и смерти, что внушает. Я был, я есмь, я буду снова в предвечностранстве моё. Замер дух стыдливый и суровый, знанием новой истины объят. Стал я ближе плоти, больше людям, брат. Я познал сегодня ночью новый грех, и строже стала тишина, тишина души в провалах сна. Через желанье, слабость и склоненье, Через приятие земных вериг, Я к земле доверчивей приник. Есть в грехе великое смиренье, Гордый дух, да не осудит плоть, Через грех взыскует тварь Господь. 5 января 1912. Париж. В 1932-м мир искусник, художник Александр Николаевич Бенуа рассказывал. Его стихи не внушали того к себе доверия, без которого не может быть подлинного восторга. Я не совсем верил ему, когда по выступам красивых и звучных слов он взбирался на самые вершины человеческой мысли, Но влекло его к этим восхождением совершенно естественно, И именно слова его влекли. Некоторую иронию я сохранил в отношении к нему навсегда, Что ведь не возбраняется и при самой близкой и нежной дружбе. Близорукий взор, прикрытый пенсне, Странно нарушал все его зевсоподобие, Сообщая ему что-то растерянное и беспомощное, Что-то необычайно милое, подкупающее. Он с удивительной простотой душевной не то медузировал, Не то забавлял кремлёвских проконсулов, Когда возымел наивную дерзость Свои самые страшные стихи, Полные обличений и трагических ламентаций, Читать перед лицом советских идеологов и вершителей. И сошло это, вероятно, только потому, Что и там его не пожелали принимать всерьёз. Конец цитаты. А в 1909-м Зевсоподобному охотно верят. Черубиниана занимается, как пламя костра. Переписка становилась всё более и более оживлённой, И это было всё более и более сложно. Наконец мы с Лилией решили перейти на язык цветов. Со стихами вместо письма стали посылать цветы. Мы выбирали самое скромное и самое дешёвое из того, Что можно было достать в цветочных магазинах. Веточку какой-нибудь травы, Которую употребляли при составлении букетов, Но которая присланная отдельно Приобретала таинственное и глубокое значение. Мы были свободны в выборе, Так как никто в редакции не знал языка цветов, Включая Маковского, Который уверял, что знает его прекрасно. В затруднительных случаях звали меня, И я, конечно, давал разъяснения. Маковский в ответ писал французские стихи. Он требовал у Чарубины свидания. Лиля выходила из положения очень просто. Она говорила по телефону. – Тогда-то я буду кататься на островах. Конечно, сердце вам подскажет, И вы узнаете меня. Маковский ехал на острова, Узнавал её и потом с торжеством рассказывал её, Что он её видел, Что она была так-то одета в таком-то автомобиле. Лиля смеялась и отвечала, Что она никогда не ездит в автомобиле, А только на лошадях. Или же она обещала ему быть В одной из лож бенуара на премьере балета. Он выбирал самую красивую из дам в ложах бенуара И был уверен, что это Чарубина. А Лиля на другой день говорила. – Я уверена, что вам понравилась такая-то. И начинала критиковать избранную красавицу. Всё это Маковский воспринимал, Как выбивание шпаги из рук. Максимилиан Волошин. Воспоминания о Чарубине де Габряк. Красный плащ Кто-то мне сказал, Твой милый будет в огненном плаще, Камень, сжатый в чьей проще, Загремел с безумной силой. Чья кремнистая стрела, Уключав песок, зарыта, Чьё летучее копыто Отчеканила скала, Чьё блестящее забрало Промелькнула там, средь чащ, В небе вьётся красный плащ. Я лица не увидала. Чарубина де Габряк По Петербургу с волнееносной быстротой Распространяется легенда о Чарубине. И неважно, что говорят чёрт знает что, Все поэты были в неё влюблены. Самым удобным было то, Что вести о Чарубине шли только От влюблённого в неё Папа Мако. Правда, были подозрения в мистификации, Но подозревали самого Маковского. Нам удалось сделать необыкновенную вещь – Создать человеку такую женщину, Которая была воплощением его идеала, И которая в то же время не могла его разочаровать, Так как эта женщина была призрак. Как только Маковский выздоровел, Он послал Чарубине на вымышленный адрес Огромный букет белых роз и орхидей. Мы с Лилией решили это пресечь, Так как такие траты Серьёзно угрожали гонорарам сотрудников Аполлона, На которые мы очень рассчитывали. Поэтому на другой день Маковскому были посланы стихи Цветы и письмо. Цветы Цветы живут в людских сердцах, Читают тайно в их страницах О ненамеченных границах, О нерасцветших лепестках. Я знаю души, как лаванда, Я знаю девушек-мимоз, Я знаю, как из чайных роз В душе сплетается гирлянда. В ветвях лаврового куста Я вижу прорезь чёрных крыльей, Я знаю чаши чистых лилий И их греховные уста. Люблю в наивных медуницах Немую скорбь умерших фей Или к бесстыдных орхидей Я ненавижу в светских лицах. Акации белые слова Даны ушедшим и забыты, А у меня по старым плитам В душе растёт разрыв трава. Когда я в это утро пришёл к папа Мако, Я застал его в несколько встревоженном состоянии. Даже безукоризненная правильность Его пробора была нарушена. Он в волнении вытирал платком теме, Как делают в трагических местах Французские актёры, и говорил, – Я послал, не посоветовавшись с вами, Цветы Чарубине Георгиевне, И теперь наказан. Посмотрите, какое она прислала мне письмо! Письмо гласило приблизительно следующее. – Дорогой Сергей Константинович, Переписка уже приняла довольно интимный характер. – Когда я получила ваш букет, Я могла поставить его только в прихожей, Так как была чрезвычайно удивлена, Что вы решаетесь задавать мне такие вопросы. Очевидно, вы совсем не умеете обращаться С нечётными числами И не знаете языка цветов. – Но, право же, я совсем не помню, Сколько там было цветов, И не понимаю, в чём моя вина! – Восклицал Маковский. Письмо на это и было рассчитано. Максимилиан Волошин Воспоминания о Чарубине Дагобряк. Отроком строгим бродил я Под терпким долинам Кимерии печальной, И дух мой незрячий томился Тоскою древней земли. В сумерках, в складках глубоких заливов Ждал я призыва и знака, И раз пред рассветом, встречая восход Ориона, Я понял ужас ослепшей планеты, Сыновность свою и сиротство. Бесконечная жалость и нежность Переполняют меня. Я безысходно люблю человеческое тело. Я знаю пламя, Тоскующее в разделённости тел. Я люблю держать в руках Сухие горячие пальцы И читать судьбу человека По линиям вещьих ладоней. Но мне не дано радости Замкнуться в любви к одному. Я покидаю всех и никого не забываю. Я никогда не нарушил того, что растёт, Не сорвал ни разу Нераспустившегося цветка. Я снимаю созревшие плоды, Облегчая отягощённые ветви. И если я причинял боль, То потому только, Что жалостлив был в те мгновенья, Когда надо быть жестоким, Что не хотел заиграть до смерти тех, Кто, прося о пощаде, Всем сердцем молили о гибели. 1911 Заиграть до смерти Это как проблема обращения с чётными и нечётными числами, Которая обнаруживается сразу, Как только счёт переходит с товара и денег На цветы и летоисчисления. С каким недюжинным упорством Поколение венчало второе тысячелетие Нечётным 99-м годом И вознесло девять роз на могилу 20-го века. Даже малышу понятно, Как при счёте каждая десятка, Сотни или тысяча Завершаются исключительно чётным числом, А потому и второе тысячелетие Истечением 2000-го года. И не минутой ранее. 2000-й год – такой же символ 20-го века, Как 1900-й 19-го. Закрыт два нуля, И цифры 20 и 19 высвечивают Последние годы столетий. Один из немногих. Символист Волошин знал, Что 1900-й – последний год постылого 19-го века. И не встречал 20-й век в 1900-м. Хотя, видимо, Желающих загодя отпраздновать Столетия было совсем немало. Век-то выдался лучшим из веков. Со всем, что полагается, Когда рождение отмечают прежде, Чем оно наступило. 20-й век. Глухота каменных душ. Слепота отвратительных истязаний. Революционных мистификаций мировых войн. Апологетика бессмысленности, Когда, прося о пощаде, Всем сердцем молили о гибели. Максимилиан Волошин повествует. Перед Пасхой Черубина решила поехать На две недели в Париж. Заказать себе шляпку, Как она сказала Маковскому. Но из намёков было ясно, Что она должна увидеться там Со своими духовными руководителями, Так как собирается идти в монастырь. Она как-то сказала, Что, может быть, выйдет замуж за одного еврея. Из этих слов, Папа Мако Заключил, Что она будет Христовой невестой. Уезжая, Черубина взяла слово с Маковского, Что он на вокзал не поедет. Тот сдержал слово, Но стал умолять своих друзей И пойти вместо него, Чтобы увидеть Черубину, Хотя бы чужими глазами. Просил Толстого, Но тот с ужасом отказался, Так как чувствовал какой-то подвох, И боялся в него впутаться. Наконец, Маковский уговорил поехать Трубникова. Трубников на вокзале был. Черубина ему увидеть не удалось. Но она, очевидно, его видела, Так как записала в путевой дневник, Который обещала Маковскому везти, Что она ожидала увидеть на вокзале Переодетого папа Мако С накладной бородой, Но вместо него увидала присланного друга, Которого она узнала По изящному костюму. Следовало подробное описание Трубникова, Маковский был восхищён. Какая наблюдательность! Ведь тут весь Трубников, А она видела его всего раз на вокзале! Максимилиан Волошин Воспоминания о Черубине де Габряк Блуждание Теперь я мёртв, Я стал строками книги в твоих руках, И сняты с плеч твоих любви вериги Но жгуч мой прах. Меня отныне можно в час тревоги Перелистать, Но сохранят всегда твои дороги мою печать. Похоронил я сам себя в гробнице Стихов моих. Но вслушайся, Ты слышишь пенье птицы? Он жив, мой стих. Не отходи смущённой Магдалиной, Мой гроб не пуст. Коснись единый раз, На миг единый, Устами пуст. 19 марта 1910 октябрь Сердечным знаком ложится червовая карта. Поэты конца столетия менее всего доверяют учёным. Прокол у них в теории порез. Владимир Высоцкий Кресты и пики, Фатальные даты и цифры, Игроки меняют на козырную масть. У профессиональных игроков Любая масть ложится перед червой. Так век двадцатый, Лучший из веков, Как шлюха упадёт по двадцать первый. Владимир Высоцкий Сергей Константинович Маковский, Скорее всего, Переходил на третью тысячу, Начиная с двухтысячной розы. И не понимал, в чём его ошибка, Почему девятьсот девяносто девять нельзя принимать За целую тысячу. Не был он пифагорейцем, Не учился мистики чисел у древних, Да и в гимназии наверняка не блистал арифметикой. А потому сам стал жертвой безобидной, Как думалось поначалу, мистификацией. В отсутствие черубины Маковский так страдал, Что Иннокентий Фёдорович Анинский Говорил ему, Сергей Константинович, Да нельзя же так мучиться, Ну, поезжайте за ней И стратьте сто, ну, двести рублей, А оставьте редакцию на меня, Отыщите её в Париже. Однако Сергей Константинович Не поехал, Что лишило историю черубины Небезинтересной страницы. Для его излияния была оставлена Родственница черубины, Княгиня Дарья Владимировна, Лида Брулова. Она разговаривала с Маковским по телефону И приготовляла его к мысли О пострижении черубины в монастырь. Черубина вернулась. В тот же вечер к ней Пришёл её исповедник – Отец Бенедикт. Всю ночь она молилась. На следующее утро Её нашли без сознания В бреду, лежащей в коридоре На каменном полу Возле своей комнаты. Она заболела воспалением лёгких. Максимилиан Волошин. Воспоминания о черубине Дегобряк. Исповедь. В быстро сдёрнутых перчатках Сохранился оттиск рук. Чёрный креп в негибких складках Очертил на плитах круг. Я смотрю игру мерцаний По чекану тёмных бронз И не слышу увещаний, Что мне шепчет старый Ксёнс. Поправляя гребень в косах, Я слежу мои мечты, Все грехи в его вопросах Так наивны и просты. Ад теряет обаянье, Жизнь становится тиха, Но так сладостно сознанье Первородного греха. Чарубина Дегобряк Теперь Дегобряк жил своей жизнью. Ни маленькая девушка С внимательными глазами И выпуклым лобом, Дарившая ему свои стихи и любовь, Ни маниакальный драматург, Изрекший его имя, Более не были властны над ним. Тенью девушки бледной Является он, Низким голосом женским Говорит в телефонной трубке. Кризис болезни Чарубины Намеренно совпал с заседаниями Поэтической академии В обществе ревнителей русского стиха, Так как там могла присутствовать Лиля И могла сама увидеть, Какое впечатление произведет Намаковского известия О смертельной опасности. Ему ежедневно по телефону Звонил старый дворецкий Чарубины И сообщал о ее здоровье. Кризис ожидался как раз в тот день, Когда должно было происходить Одно из самых парадных заседаний. Среди торжественной тишины Во время доклада Вячеслава Иванова Маковского позвали к телефону. Иннокентий Фёдорович Анинский Пожал ему под столом руку И шепнул несколько ободряющих слов. Через несколько минут Маковский вернулся с опрокинутым И радостным лицом. «Она будет жить!» Всё это происходило В двух шагах от лили. Максимилиан Волошин Воспоминания о Чарубине де Девряк Замкнули дверь в мою обитель Навек утерянным ключом, И чёрный ангел, мой хранитель, Стоит с пылающим мечом. Но блеск венца и пурпур трона Не увидать моей тоске И на девической руке Ненужный перстень Соломона. Не осветят мой тёмный мрак Великой гордости Рубины. Я приняла наш древний знак, Святое имя Чарубины. Чарубина де Габряк Обет, принесённый морскому дьяволу, Востребовал всё существо Елизаветы Ивановны, Постепенно умершвляя всё личное, Всё живое, что не принадлежало ему В маленькой поэтессе. Многоликое воплощение вечной женственности, Истязаемой со времён Египетской царевны Солнца И Микенской Афродиты, Не однажды меняло одну обитель на другую. Алексей Николаевич Толстой, Молчаливый свидетель драмы, С восхищением и ужасом Следил за надвигающейся развязкой. В пряной, изысканной и приподнутой атмосфере Аполлона, возникла поэтесса Чарубина де Габриак. Её никто не видел, Лишь знал её нежный и певучий голос по телефону. Ей посылали корректуры с золотым обрезом И корзиной роз. Её превосходные и волнующие стихи Были смесью лжи, печали и чувственности. Я, случайно, по одной строчке, Проник в эту тайну. И я утверждаю, что Чарубина де Габриак Действительно существовала. Её земному бытию было три месяца. Те, мужчина и женщина, между которыми она возникла, Не сочиняли сами стихов, Но записывали их под её диктовку. Постепенно начались признаки её реального присутствия. Наконец, они увидели её однажды. Думаю, что это могло кончиться сумасшествием, Если бы не неожиданно повернувшиеся события. Алексей Николаевич Толстой, Николай Гумилёв Облики Безумья и огня венец над ней горел, И пламень муки, и ясновидящие руки, И глаз невидящих свинец. Лицо готической Сивиллы, И строго щёк, и тяжесть век, Шагов её неровный бег, Всё было полно вещей силы. Её несвязные слова, Ночным мерцающие светом, Звучали зовом и ответом. Таинственная синева Её отметила средь живших, И к ней бежал с надеждой я От снов дремучих бытия Меня отвсюду обступивших. Звезда отбрасывала тусклый и холодный свет. Тени от её пугливых тёмно-зелёных лучей Были огромны, но страшны и нелепы. Что? Моя мать умерла или нет? Я совсем забыла, и недавно, говоря с Маковским По телефону сказала «Моя покойная мать» И боялась ошибиться. Мифические спутники окружали звезду, Их число росло, и она уже боялась Как бы не задохнуться в мертвенной И зыбкой атмосфере призраков. В амфиладах зеркал, дробяс и множас, Устало и бесконечно отражалось одно и то же лицо. Наконец случилось то, чего так боялась Лиля. Маковский получает письмо За именем Чарубины И написанное чужой рукой. Блуждание Я глазами в глаза вникал, но встречал не иные взгляды, А двоящиеся анфилады повторяющихся зеркал. Я стремился чертой и словом Закрепить приходящий миг, Но мгновенно пленённый лик Угасает, чтоб вспыхнуть новым. Я боялся, узнав, забыть, Но в стремлении нет забвенья, Чтобы вечно сгорать и быть, Надо рвать без печали звенья. Я пленён в переливных снах, В завивающихся окружениях, Раздробившийся в отражениях, Потерявшийся в зеркалах. 7 февраля 1915-го, Париж.